Сегодня мы отправляемся в Накадзу Кэстал. До свидания. Полускоростной поезд Японии. Итак, сегодня мы посмотрим Японию, такая, какая она есть. Очень простая. И очень интересная. Мне заметилось узнать Японию глубже, понять, как она выглядит изнутри. Но исследование началось из сельской глубинки. Так, привет, Стефан. Я сначала подумал, где же я видел этого мужчину, который за мной. За мной. А потом посмотрел на деньги и понял, что я, в принципе, вижу его почти каждый день. И тут мы как раз нашли место, где он жил, работал. Якузи Фукузава. Позже я посмотрю в Википедию. Он очень известный в Японии. Очень известный. А это, кстати, гадина самого Юкуты. Очень похожая на украинскую сельскую хату, вкрытую соломой. Итак, какая же она Япония без прикрас? Как же она выглядит? Сегодня мы постараемся узнать. Посмотреть своими глазами, как же она на самом деле выглядит. Вот так вот выглядят простые улицы. Очень немноголюдные. Далеко от мегаполиса. Так вот дети спокойно идут в школу. Нет, это где-то уже со школы. Ребята, тут я что-то нашел похожее на Запорожец. Почти как наш Запорожец. Ну вот такие вот огородики маленькие, как мы видим. Вообще, как у меня на даче. Все очень просто. Довольно-таки ухожено. Было очень непросто добраться до Нокацу Кессел, так как он находится в далекой сельской глубинке. Называется этот замок просто замок у моря. Так, Нокацу Джо, или, как говорится по-русски, замок. Нокацу. Нокацу Джо. Многие замки окружены таким латровом, неприступной стеной. Хочу отметить тот факт, что японцы умеют заботиться об истории. Видите, отмечены все исторические места, люди, где жили. Я думаю, многие из вас видели страшные японские маски. У меня, например, всегда возникал вопрос, что они означают, какой смысл у этих масок. Мне удалось побывать в мастерской, там, где они делаются. Вот, по сути, масочный магазин. В этом же магазине эти маски делаются. Вот такие они даже бывают страшные. Тут на полу даже вот такая вот огромнейшая маска делается. А вот за этим столом они красятся. А, по сути, вот с какого-то брусков начинаются эти маски. Мастерша, пожилая бабушка, которая делает эти маски, постеснялась со мной фотографироваться, поэтому я сфотографировался с масками сам. Ну, вот такая вот простая Япония, такие вот простые японцы. Как говорил один мой знакомый, будь проще, и к тебе люди подтянутся. Наверное, поэтому сюда, в Японии, многие и подтягиваются. До новых встреч, мои дорогие подписчики. А я пойду покупать молоко на завтрак. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok